Приветствую вас. Я бы на самом деле поставил бы вопрос немножко по-другому. Я бы спросил, что делать, чтобы что? Вот, что хотите делать? Это первое. Второе. Вы пишите, что разошлись с мужем. Надо бы понять из-за чего вы с ним разошлись. Почему вы разошлись? Я, честно говоря, не думаю, что это вызвано случайностью какой-то. Я, честно говоря, думаю, что у этого есть свои основания у того, что вы разошлись. Но тот факт, что он просит вас вернуться, ни в коем случае не означает, что человек изменился, как правильно заметил мой коллега Гудрущев Игорь Леонидович. Поэтому, как бы, если у вас есть чувства, если вы по-преднему хотите сделать его счастливым, я имею ввиду своего мужа, то попробовать в любом случае стоит. Но заговоркой, наверное, только о том, чтобы посмотреть, насколько человек реально изменился. Потому что, если человек не изменился, а вы это узнаете практически сразу, как пообщаетесь с ним, вот, то, в общем-то, и возвращаться, наверное, ему не стоит. Возвращаться ему не стоит, это точно. Интересно было бы узнать, при прочих равных условиях, почему вы сомневаетесь? То есть, вот, основное противоречие, которое ленит прямо на поверхности. Это то, что вы разошлись, значит, с человеком. А теперь вы сомневаетесь в том, чтобы оставаться в таком состоянии, в такой же стадии отношений. Вот. Это очень важный момент, потому что у вас здесь нет четкой позиции. Вот. Так что подумайте и разрешите для себя данное противоречие. Дальше. Дело в том, что психологи не подсказывают, как поступать. Мы можем помочь вам свои противоречия разрешить. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Мы можем помочь вам проанализировать свое поведение. Мы можем помочь вам, скажем так, оптимизировать его. Сделать его более направленным на себя. Направленным на достижение своих целей, своих желаний, своих потребностей. Но мы не можем тогда разрешать, как вам поступать. Психологи не советуют. Поэтому то, что я хочу вам сказать, это вот такая история. Психологи советов не дают. Поэтому ваши противоречия, то, в чем вы занимаетесь, то, чего вы хотите, нужно исследовать. В прямом смысле этого слова. И на выходе, на выходе, по результатам исследования, вы сможете увидеть, что же вам делать. Ну и встретиться с музеем и попробовать с ним отношения тоже можно. Но перед этим обговорить все проблемные моменты, обговорить все проблемные аспекты, выработать решение такое, чтобы вас обоих устраивало. Возможно, пообщаться вместе с мужем на психологическом приеме будет хорошей идеей. Потому что психолог поможет вам выработать общие для вас варианты решения проблем. и поработать с картами, да, по отдельности, что, в общем-то, тоже очень важно. Так что, смотрите сами, Анастасия. Мне кажется, что вы не совсем уверены в себе, раз задаете вопрос такого типа. Ну, подскажите, как поступить. Вот. То есть, тут вот такой момент, на мой взгляд. Это решение вы принимаете сами. Решение о том, будете ли вы действовать, как вы будете действовать, что вы будете делать. Вот. Данное решение принимаете только вы. Поэтому, в этом направлении, пожалуйста, нужно двигаться самостоятельно, либо с помощью психолога решать вам. Вот. Я могу по опыту сказать, что люди не меняются. Если не меняются, то достаточно редко и тяжело. Ну, поэтому шансов на то, что ваш муж изменился, достаточно немного. Ну, может быть, он действительно что-то понял, но это зависит от вас. Как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, имели отношение к этой системе. Вот. И подчиняются они законам и системам. Вот так. Совершенно очевидно, что за расход с ним. Причём, заметьте, вы не родились, вы разошлись. Что тоже требует разъяснения. И выяснения причин этого. Так вот, за разлад в отношениях ответственны и вы в том числе. И за свои сомнения, что это нужно, также ответственны вы. То есть, в человеческих отношениях вопрос не ставится так, нужно или нет. В человеческих отношениях вопрос ставится так, что я хочу и что будет лучше для моего ребёнка. Вот и всё. Ориентироваться нужно именно на это. Тогда сомнений у вас не будет. Ну, а если вам сложно разобраться в своих желаниях, то мы вам в этом поможем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok